Привет, зритель! Сейчас мы с тобой тевтельки приготовим. И да, если что, у меня варится. Вон там кот залез. Вообще она чистится вон там, рядом с красным чайником. Кастрюля, мне еще кастрюля. Я как-то плохо себя чуял, поставил варить овощи на винегрет и забыл про них. И кастрюля слегка, с одной стороны, потемнела, а с другой стороны тоже не очень интересно стало. Короче, я пробую сейчас способ, что нашла в интернете. Потом, может, покажу луком, я ее фигачиваю. А еще у меня иногда капает кран. После того, как я очень сильно включу воздух от большого напора, она так что-то капает, капает. На счетчике, на удивление, оно не отображается. Мы потом с одной моей знакомой пришли к луну, что это примерно как у нее иногда бывает. И у меня такой ванной, в прошлой еще квартире было. Когда под душем моетесь, вот воду выключили, а в лейке еще что-то осталось. Если ее потрясти, то из нее накапает. Вот примерно тот же эффект. Это на случай очередных комментов негативных хейтеров, по типу Юлии Черемис, Чемерис, хрен я знаю, как ты ее там. Юля, блин, у тебя такая феорическая фамилия. Я даже видела, как ты меня там неткала в каких-то моих опросах в инстаграм, при этом будучи не подписанной. Ну, прям любовь такая у тебя ко мне, неразделенная. Ну, и просто от других людей, которые, ну, знаете, уже не знаешь, к чему придраться. Ну, вот если бы я была таким человеком, уже когда не знаешь, к чему придраться, ну, хоть чему тогда придраться. Вот, если вам вдруг предпочит прикопаться, то я буду в следующих роликах, в комментах посылать вас к этому видео, к самому началу. Это по поводу капания. Причем оно капает, как бы не всегда. Вот там в прошлом году весной оно не капало. В позапрошлом году осенью, точнее, в прошлом году осенью оно тоже не капало. Вот летом немножко капало, чуть-чуть, там, один месяц, когда вот я въехала. Ну, как бы я с апреля, с прошлого года тут, с середины апреля, когда вот уже отремонтировали все. Ну, зимой оно там капало какой-то один месяц, а тут вот что-то у меня летом через раз, когда было, когда нет. Ну, и, соответственно, вот сейчас. Причем так оно то есть, то нет. Ну, если вас раздражает этот звук, то это ваши исключительно проблемы. Мы же с вами сейчас, с остальными людьми, которым, как бы, религия не запрещает смотреть то, что им нравится. Котик позирует. Будем делать эти самые штучки. Интересно, переворачивание этого самого, как-то там на записи, наверное, не скажется. Да, я себя вижу. Ну, как бы силуэтиком таким. Я не с телефона в этот раз управляю, тупо с камерой. Там может это как-то на звуке отразится. Тут у нас есть соль. Почему не с телефона? Я только сейчас поняла, почему нет. Потому что у меня в ёжиках примерно тот же состав, что здесь, точнее, примерно то же самое вот было. Плюс еще есть рецептик с другого сайта примерно. Я частично запомнила, частично нет. Возможно, у меня еще слегка ухо заложено. Частично. Вот это. Потому что я тут что-то болела-болела, у меня то одно начинается, то другое. Типа как ухо-горло-нос. И я тут лежала, помирала, думаю, блин, как же надоело тут эта мокрота. Лучше бы я чихала. Но я уже потом подумала, сегодня в душе, что лучше бы я чихала. И у меня заложило ухо. Вообще-то надеваю, чисто потому что я как-то вышла днем, была такая у меня как теплая погода, все ништякало. У нас что-то в последнее время погода такая, будто я в Калининграде, на Валааре. И вот вышла я. Днем было нормально. А вечером надо было добежать до одного места, и я вышла как-то слегка. Ну, в общем, к вечеру было холоднее. Я подозреваю, мне просто из-за количества легкого шарфика вот слегка надуло. Вот у меня такое бывает. Короче, у нас тут парш. Первый раз такой купила. Купила вообще три дня назад, но руки дошли только сегодня. Это у нас семь раз отрежь, один раз, семь раз поешь. Ашан. Только сейчас заметила, что-то написано, такая птичка ашановская. Интересно, ашан в французский, что подозначает эта птичка? Тория и Тория Никола. В общем, Тория это у нас тут. Фарш крайнести, 50 на 50 фермерские, свинина говядином. А вот здесь уже есть цена. 112 рублей 50 копеек за 400 грамм. 9 декабря 9.47 он создан. И до 21 декабря 9.47 он живет. Без ГМО. Кто-то вообще делает это. Город Москва. Изготовитель. Фактический образ у нас, образ, адрес. Я его что-то образом обозвала. Село Стрельцы, Тамбовский район. Рекомендуется пазлельбург тепловой кулинарной обработки. Предоставленное изображение, индикикетки являются вариантом сервировки. Нет никакого изображения, но, видимо, где-то есть, где-то нет. Может содержать горчицы, лаков, молочных продуктов, орехов, садерей, яиц. В общем, у нас тут фарш. Я его поближе на руке предоставлю для тех, кто смотрит меня с телефона. Тут у меня глубокая мисочка, вообще-то салатница их три. И сама-то большая. Тут у меня чайная ложка, она нам пригодится. Столовая ложка тоже пригодится. В этом деревянном сундучке из которого раньше был у меня от Гринмамы Башкирский. Приходил в подарок за заказ. По-моему, на три тысячи когда делали заказ. Или как-то так, или на две тысячи. Уж не помню. На тысячу вроде делали заказ. Ну, давно это было. Бочонков много осталось. Вы можете посчитать потом, сколько я делала заказов Гринмамы. Там дарились свечки за 350, если минимальный заказ делаешь. Потом на 500 или на 700, я уж не помню, если делали заказы. Дарились сад чай. У меня еще остался этот чай. У него, может, уже и срок того годности прошел. Ну, кстати, еще ничего такой. Зеленый с васильками. Я его потом обозрю. И вот эти бочоночки с медом. Ну, мед, конечно, уже нет. Меня вообще тупо прикалывали сами бочонки, не сколько мед. Потому что мед у нас в семье с 1929 года. В общем, у меня тут соль. Такая продается в Ашане. Я не помню, как она называется. Я ее как-то обозревала. Такая коробочка в 350 грамм. Там сердечко нарисовано человеческое. Ну, в смысле, сердечко как плюшевое нижнее полушарие мозга. А тупо вот для сердца. Там 30% тут. Калия, магния, хрен. Ну, короче, какой-то добавки. Даже видно эти штучки беленькие. Я их, может, даже на телефон засниму. Я где-то умудрилась долбануть телефон, и у меня теперь блага этот экран. В двух местах он как-то покотался. Потом в инсту, может, скинул. И еще такая трещина конкретная. Вот дня 4 назад заметила. Хотя вот тогда у меня без экрана так падал телефон. Он так не косался. Вот и хрен знает. Нужен этот экран или нет. Ну, короче, у меня тут соль 30%, не совсем соль. И манная крупа. Обычная манная крупа из магнита. Крупа манная, маркальная. Может быть, я уже не магнит, я покупала. В общем, нам надо 2 столовых ложки либо столовую ложку с горкой манки, пол чайной ложки соли и 400 грамм фарша, как вот у меня есть, свинина и говядина. Как-то я говядину как бы не особо. Ну, раньше я ее любила, это кирячина и говядина. Но у меня на кого-то из них, а может на обе, не то чтобы лерье, я когда поем, мне так потом фигово. Я даже в котлетках там или еще в каком-то мясе музыкальное такое чувствую этот самый. Даже если мне, допустим, дают котлетку, и не говорят из чего, я понимаю, что там вот говядина. Прямо ощущение все равно, что вот если вы, допустим, ели какой-нибудь салат, где вот все мелко так порублено, а там был лук, вы его чувствовали. Как бы я лук в зажарке ем, а вот белый вот этот, трепчатый, в салатах. Я могу съесть, но у меня потом очень плохо будет. Так же, как в вареном. Хотя вот тоже иногда, вот может что-то там изменилось в моем организме. Ну, иногда я его даже сама вот так свояю, этот лук, он у меня не совсем поджарился в этой зажарке. Я его чувствую. Ну, может все-таки он в зажарке как-то лучше идет, даже не зажаренный до конца, чем, ну, так, легко поджаренный. Ну, ну. Ну, кой тут что-то. В общем, когда конкретно такой сырой, но сваренный, мне от него фигула. Вот так же чувствуете, что лук в салате там или в супе есть, так же чувствую, что лук в томято. В общем, так и мы сделаем. То, что манку в тефтельке положить, мне посоветовала моя тетя. Так же, как гречку в лёгарке. Я на телефон периодически буду сфоткать, потому что я это как бы думаю, что в этот самый как его давайте-то купе запигачить. Короче, что потом уже буду монтировать и запастюм. Вырубим пока его. Вырубишь. Да, вырубишь уже. Нет листы бумаги, просто когда у меня есть газетка, я на кухне тайплю или перевожу или даже монтирую, я ставлю газетку на стоп, потому что мне как-то неудобно. У меня рука прилипает. Мне кажется, что она прилипнет или что-то может что-то, что-то у меня какой-то загон личный. Если есть скатерть, вот, ну, хлееночка такая. Ну, и как-то удобнее. А когда газетки нет, вот халявной газеты давно не было. Какая-то там полезная газета. То я беру бумажки. Вот раз у меня бумажки бэушные там от диплома и счет какой-то фигни. В общем, мы сюда положили столовую ложку с горкой манки. Манки можно уже убрать. Я решила, что так будет удобнее. Сейчас еще туда соли добавлю, перемешаю, а потом уже будем смутить эти ежики. В смысле, манкой. Я искала рецепты в телек. Слушайте, я так офигела. Я просто не знаю. Может быть, у нас надо у тети спросить, потому что я, честно, сама не помню. Но я никогда не видела, чтобы у меня бабушка там или еще кто-то в котлеты добавляли яйцо. Вот молочко там с булочкой. Я раньше думала, что котлеты исключительно мясо. Только туда угла чем-то кладут. лук, соль, перчик. Перчика у меня нету молотого. когда-нибудь куплю. Может, когда-нибудь куплю перчик кружочками его помолю. Короче, нет у меня перчиков. Где-то может лежать перчик кружочками и это самое гвоздичка такими сушеными штучками для масала или так чай кидать. Но я тоже не в курсе. Буду делать там разбор пальмотов травы всякой, значит, разворачивать эти мешочки, кружочки. Баечки на камеру. я дознаю где-то есть. Значит, пол чайной ложки соли. При этом тут у нас 30% этой самой не соли. Это мне родственник посоветовал, ему какой-то врач. Я думаю, что тут как раз где-то пол чайной ложки сейчас это сфоткаю для истории. Ой, я же хотела этот, парточек одеть. как цивилизный человек. Ну ладно. Короче, тут у нас пол чайной ложки соли. Сейчас я этой ложкой перемешаю. Ну и везде, короче, это яйцо сырое. Я в таком афиге. Я еще когда до этого что-то там пыталась сделать, искалась, что как впадая в афиг. Мало того, что везде в мясо суют то-то яйцо сырое. Блях, нахрена вообще козебаян. Мало того, что я открыла для себя, что котлеты это не только как мясо, перец, соль и прочее, а это еще и молоко и хлебушек или сухарики. Чтобы быть помягче. Потом я открыла для себя, что большинство людей везде сует то-то яйцо сырое. На кой хэ непонятно. Хрен не имею ввиду. Вы можете подумать между своей испорченностью. За кой черт? За кой православный бог? За кой еще что-нибудь? Чему тут это помешали, я думаю? Ну и тевтельки везде еще и почему-то ежики люди называют тевтельками. Я своей родственнице жаловалась пофигене. Ну типа что за дураки так делают? Ёжики это ёжики а тевтельки это тевтельки. Наверное надо ножичек. Наверное фиге-то я так собачу ножичек. я сначала думала лук сюда добавить но вспомнила что точнее посмотрела в этом кукпеде свой рецепт что в ёжике лук не добавляла решила что может без рук обойтись. Потом я как-нибудь лук добавлю когда-нибудь разрыв его добавить сюда. я ещё думала что в ёжике добавляла этот самый свой приправ перчик маркл помидорчик петрушечка солька но оказывается не добавляла тут же решила пока не рисковать потом как-нибудь добавлю а может добавляла хз наглян кукпед друзись вообще он кукпед но почему-то я его кукпедом зову рецепты мои ёжики хорошо что тут есть внутри пояс гречка с этим самым не только этот гречка с паршем ничего больше туда не зафигачивала так извинь животное надо запьут так вместе сейчас мы фаршик там какая-то фиговина отлично зафигачим сюда и будем лепить шарики я только забыла какой-нибудь пакетик или досочку куда эти шарики сюда надо мне сейчас пакетик отдельный переложить эту штуку хотя подозреваю можно этому дураку дать полизать а то ведь так-то он не отстанет все почему-то пока не просит но я на всякий случай положу заодно руки по-моему тиша тиша там коробочка можешь полизать ее ой-ой-ой так вот я луком уже отмывала кастрюльку изнутри действительно этот лук шелухий берете режете лук очищаете его шелухи и фигачите туда и вот кипятите там сколько-то полчаса что ли и там вот эта вся потемненность на алюминиевой кастрюле отходит я искала короче в телефоне ну через телефон в интернете и нашла даже и вкладку оставила и вроде как даже в закладке засунула когда стала перечистливать так и не нашла этот тот момент где-то все есть в большой кастрюле я кипячу себе траву на отвар для волос подумала что можно прокипятить вот так внутри вода и в кастрюле потом еще вода и там и тут лук и там лук надо все-таки обидеть этот сам быть цивильным человеком переверну гляну как оно там да должно быть все нормально видно может даже слегка пододвинуться я тут выключила включила и подъехала слегка камерой на штативе потом я проветриваю схожу свои ноги у нас с утра был такой снежок думаю о снежок наконец-то снова снова выпал снежок ну сейчас чуть-чуть как поваляюсь и снежка вдруг не стало так отец я буду зафигачивать нужно пока досочку взять ой в морозилке же я уже достала и варенье достала но оно в холодильнике не то что варенье протертое лимон немножко лимона фейкуа и этот самый сахер замороженный был ну что анквафабу от этого самого зеленого надува горошка сейчас надо как-то перемешать тихо не нагрей вот до этого я доставала мясо лежало как-то не реагировал я хочу потом на этой аквафабе сделать безешку я делала уже на такой аквафабе горошек молодой до этого был какой-то просто горошек в чем я с такой опаской покупала молодой горошек потому что на нем не написано что он из мозговых сортов потому хрен знает люк установлен оказалось это реально просто молодой горошек даже еще не совсем дозрелый у меня есть кастрюля на которой еще стоит кастрюля чтобы сделать вот это на пару я не люблю жареное но мне как бы раньше нельзя было в какой-то период в жизни в детстве не надо было жрать кушать тушеные овощи терпеть тогда не могла и на пару все всякие местные штуки я что-то так привыкла есть на пару местные штуки но котлеты из рыбы почему-то надо жарить на пару не делают а вспомнила вдруг что можно же сделать тевтелек можно сделать их на пару не только как потушить я наверное какую-нибудь мыслью тут начинала и забыла но я что-то отвлеклась и забыла уже что я там хотела возможно сказать ну в общем я решила что у нас сделать это ежики я уже делала надо сделать тевтерек и что-то тут в Ашане увидела думала глянуть в Ашане может курица какая у них там есть мясо какое интересное другое других производителей отличается того что в Магните продается свининка там какая-нибудь и вдруг увидела у них парш что что бы не купить он стоит дешевле чем у нас тут даже вот я покупала свиной замороженный на полкило он стоит 149,90 он более 150 рублей в мясном ряду мне родственники сказали что за 250 они сами там вот так спарш молют скажем так тоже такой же один как на свинья и этот корова стоит килограмм на развес ну думаю тут в принципе даже наверное дешевле выходит чуть-чуть да потом лоточек был на часовом думал как раз была думала купить я еще боялась что как я манку положу еще там прочитала нашла кстати рецепт но там яйцо кладут в тефтере значит яйцо и манка тефтере с манкой причем забиваю тефтере мне везде ежики вылазят забиваете в тефтере с манкой вылазят тоже все равно с яйцом я даже опрос создала думаю там больше пока было 8 человек ни один веган не 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 отметил свое что я типа мясо не еду и из 8 порядка 6 человек кладут это самое яйцо на кой вы мне в каменты потом скажите на кой хрен мясные котлетки в тефтерки ежики класть сырое яйцо я понимаю яйцо когда вареное внутри сразу а тут зачем в общем у меня мясо собрало всю эту манку солью манку манку как бы она не растворится думаю может на луку сделать тогда лук помолю его в мельчитель он до сок и с манкой смешается мясо ведь тоже оно какое-то наверное слегка влажненькое в общем все манки маночки собрались сейчас будем делать штучки может конечно надо вакуум промыть наверное или намочить их хотя бы у меня тут мыло то нету мыло то у меня наверное должно быть инсультом мыло то есть у меня как бы ванной но у меня тут это самое мясо стоит есть горчичный баракон вот самое так вот оно короче это мясо жирное походу дело потому что маслица такое на руках ощущается ну вот я себе маслом помазала какими-нибудь руки я перед этим кокосовым ой не кокосовым какао масло косметическое я его чисто по названию путаю но оно визуально слегка смать друг на друга унюхал да вылизывай давай этот контейнер я его потом в пакетик уберу и сейчас пойду прогуляюсь и выкину а то он у меня любит он у меня помойку раздирать перерабатываю и не очень так я не знаю вообще надо было присмотреть наверное как их вложить куда перед заморозкой ну перед тем как варить вот когда заморозку сопекачиваете про запас возможно для кого-то будет хочется сказать анальный шок короче для кого-то возможно это будет шоком но я вот это ежики так делала пакетик перевертывала еще пакетик поэтому я так и сделаю но должно быть где-то с грецки ореха еще есть эти самые забыла фрикадельки потом я фрикадельки такие фрикадельки фрикадельки предлагает встретиться а потом динамит фрикадельки еще даже ой ты можешь обозревать я так поняла что она в тайне смотрит асмр но как свойственно 87 году я ничего плохого не хочу сказать есть люди 87 года вполне себе меняемые но мне по большей части попадались не совсем меняемые в каком-то плане короче как свойственно 87 году явицам в основе этого года рождения они как бы я ни на кого не намекаю ну да общее у Ленки с этой девочкой есть короче она поливала мне дерьмом вот в этом плане они очень похожи то что я делаю мне еще было скан но она тогда встречалась короче с парнем типа как гражданский брак она играет в игру где надо говорить ну типа одеваешь наушники разговариваешь и другие тебя тоже слышат я так поняла аниме тут смотрела такое похожее там тоже люди говорили китайское такое видимо подобное и типа что записывать видео типа АСМР вообще записывать видео и говорить типа как бы говоришь с камеры да сам с собой это очень плохо еще хуже чем вот мальчик ее тогдашний надевал наушники и в игре какой-то онлайновой говорил эти наушники как бы с монитором я потом поняла ну она мне как бы подкатывала подкидывала какие-то идеи вот этого АСМР объясняла я тогда еще не догоняла пути этого АСМР в чем прикол я так поняла что она смотрит эти АСМР по ходу дела даже какие-то мои смотрела АСМР ну в общем из серии Ленки как бы обсирает все что делаю я но при этом сама пытается делать это или же смотрит что-то даже мое не понимаю таких людей хотя наверное в рецепте еды надо говорить исключительно про рецепт еды интересно революционировала ли моя готовка с момента как я пыталась открыть консерву с этим самым куриным мясом такими консервами у меня подруга свою собаку кормила пока собака была жива но не только ими там варила овсянку с этими куриными консервами или с моих роллов я так понимаю это какой-то два каких-то совершенно попобольных ролика где я готовлю куриный суп с овсянкой на куриной консерве и роллы которые у меня там такие комочками по большей части потому что я каждый раз когда беру эту машинку вспоминаю блин такие пузыла вообще на каком-то эволюционировала я или нет с того момента все равно потом стир у меня там мокнут листики как вот там дерево-то у меня есть плавровое в воде водолаврового дерева если кто-то будет вякать снова в каментах что я снова поминаю эту пленку она про меня не помнит и делает вид что никогда такого не было в смысле никогда со мной не общалась и все каменты на тему нашего общения удаляла или так же как удалила плейлисты вообще ролики с нашими видео-встречами ну в смысле с нашими встречами эти видео-блоги то ответ вам такой как бы у меня это в жизни эта Ленка была к счастью или к сожалению уж не знаю решать вам и самой Ленке и я не тот человек который знаете вот я с подругой тогда тему обсуждала я говорю слушай прикиньте видео моих тут наше совместное удалила она говорит да это как парень с девушкой расстаются или мужиной разводятся и все-все это фото выкидывают там удаляют как бы она часть моей жизни в каком-то плане но если вдруг кто-то как одна девочка считала что мы там с ней суперподруги были типа как ты с ней общалась как ты с ней общалась но блин как другие общаются как все общаются каком-кверху обычно ну моя бабушка сказала каком-кверху сказать короче суть такая что как бы потеряла мысль вот что вспомнила мысль короче не надо думать что мы там с ней были суперподругами я в кульке особо с ней ну как бы не то чтобы у нас просто была какая-то компания вот я больше общалась с Наташкой потому что мы с ней учились вместе чем допустим с Аленкой у нас какие-то совместные фотки с моего пленочного фотика есть но скорее всего больше все-таки как бы общая такая компания и стоит с ней и со всеми чтобы Наташка на третьем курсе бросила обучение по каким-то там своим семейным причинам осталось осталось только Ленка ну там еще Лида была еще девчонки были с компанией но суть такая что общалась то я в принципе еще и с другими девчонками в общаге с которыми жила получалось так что они допустим учились вообще на каком-нибудь физвузе мы жили в одной комнате в общаге та общага она сотрудничала со мной учебными заведениями на пятерке которая была но мы с ней допустим лучшими подругами никогда не были просто подруги так что не надо впадать в какой-нибудь там акофилус типа как-то с ней общалась она вся такая просто в какой-то момент мы с ней стали более близко общаться чем допустим до этого но лучшей подругой я ее в принципе никогда не считала может она как-то это выставляла что вот типовой лучшей подруги но не настолько лучшие как допустим с кем-то иным скорее даже как-то разделение такое ну допустим одноклассница может быть подругой одногруппница девочка с параллельного факультета может быть подруга подруга вот она просто девочка с параллельного факультета с которой мы общались по-моему я уже какие-то фрикадельки реплю по размеру чтобы побольше эти фрикадельки сделать то у меня блин крайности то слоновьи ежики такой мячик по размеру как вот если кто-то играл на пианино то это были такие мячики для заботки пальчиков чтобы они так кружочек был такие вот вот мячик примерно ежик такого размера чуть побольше этого мандарина я купила один мандарин но что-то никак не вынесли его надо чистить его надо есть нисколько чистить сколько есть побольше сделаю шарик надо было вообще глянуть наверное в интернете фотки как они выглядят эти тептельки я что-то уже забыла я их давно не ела мне кажется я вообще тептельки ела наверное когда в педе была на соистине в столовке может раньше еще где-то ну в смысле позже где-то ела после 2012 года какая она тептелька я еще что заметила мало того что афиг того что фарш мясной кладут сырое яйцо на какой-то хрен так тептельки так же как ежики зачем-то даже если вы их просто тушите сначала их обжаривают потом тушат зачем их просто тушат их не надо обжаривать и суть такая ну это чисто в нашей семье так было никогда для меня это какой-то культурный кулинарный шок скажем так и зачем-то обваливают в муке или в сухарках тевтерки их тушат такой хрен их обваливают это котлета обваливают в сухариках прежде чем пожарить или обваливают сухариках ну даже если паровые делают хотя вот мне как-то давали заготовку для концерток ну парочек 저희 и так как я их делала паровыми то мне даже ну их давали без сухариков не надо обваливать в сухариках если делаешь паровыми. Я даже эти рыбные палочки, которые продают вичи или как их там виши, хз в том же магните, в упаковках или на развес. Я их по большей части делала паровыми. Такие хлебушки получались. Хотя там рыбы-то по большей части кот наплакал. Но нисколько рыба, там еще куча всякой хренотения. Я когда-нибудь куплю рыбу какую-нибудь там разделанную уже без всяких внутренностей. Пропущу ее в мясорубку и сделаю косметку. Рыбную. Когда-нибудь. Сейчас надо посмотреть, как их запекают, эти тевтельки. И может быть все-таки потушить. У меня там есть глубокая сковорода. Есть еще такая штучка. Специально покупала для тушения овощей. Наверное, вот так вот сделаем. Еще пакетик возьмем. Пусть я тут не до конца я его делала, этот пакетик. Еще я слегка тупею на фразу «Асмр с лицом». Что хотят от меня люди? Каменки я спросила там в ответ на каменку. Мне тогда не ответили. Ну, как бы «Асмр с руками» это вот те же пупырки, да? «Асмр с руками» те же вот пенопластик поломать. Постучать там чего-то. Порезать тоже мыло. «Асмр с руками» там пошептать. А что с лицом-то делать? В смысле? Там меня кто-то просил этот макияж губ. Но я понимаю, что тогда я неправильно поняла и смысл меня просить там красить все губы на лёде чисто стебутся. Думают, что я до сих пор такая наивная, тупая. Ладно, я не тупая, но наивная такая лёля, которая не догоняет, что над ней стебутся. Благо от меня эти люди подписались с визгом либо молча, уж не знаю. Ну, когда дошло, наверное, что надо мной уже больше так не постебаться. Что я что-то уже слегка догоняю. Даже догоняю, когда надо мной стебутся. Ну, или, допустим, просто смр с лицом. У меня же нет этого микрофона волосатого, в который там с одной стороны пошептает, с другой стороны пошептает. Или это два разных микрофона. Не надо мне говорить, что типа, «Лёля, купи». Я его в жизни не буду покупать. Деньги такие отродить на него. Лучше куда-нибудь съездить. Я считаю, что такой микрофон должны додалить зрители, если они хотят такого типа АСМР. Потому что, в принципе, АСМР я делаю исключительно по просьбе трудящихся. Но мне оно как бы никуда не уперлось. В этом плане я, конечно, иногда ловлю какое-то вдохновение, как вот АСМР последний был с каталогом. И вон. Но так оно мне вообще в принципе не интересно. Я не смотрю АСМР сама. Я даже не осиливаю свою АСМР. Не всегда при монтаже. Вот если знаешь, что там какие-то громкие в каких-то местах были, я вот это прокручиваю, просматриваю, пролистываю и срезаю это все. По большей части просто срезаю лишние моменты. Делаю или переход, или просто наложение и все. Поэтому вот этот микрофон с лицом, с АСМРом это уже вот хотел человек красивых, хороших, качественных стримов, задарил мне камеру стримов. Вот так же и микрофон этот волосатый, в который там в одно ухо говоришь, в другое ухо говоришь. Поэтому другое АСМР с лицом я что-то не догоняю, что-то мне хотят. В общем, так вот можно сделать тефтельки с манной мукой. Пол чайной ложки соли, столовая ложка с горкой либо две столовых ложки без горки манной крупы, 400 грамм фарша, который 50 на 50 сренина и говядина. Все. И можно тефтельки засунуть в морозилку, а можно потушить их. Но там уже кто как тушит. Вот ежики там можно с какой-нибудь там морковка, лучок и помидорка с водичкой можно еще как-то, можно запечь. Как запечь, я пока не в курсе, у меня руки все блестящие. Короче, всем спасибо за просмотр. Я сейчас так запаниковала, думаю, нажала ли я на камеру так, на включить-то на запись или нет. И всем пока. Слушайте, внезапно нажала. Моя паника прошла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...